Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Фокус, и мы продолжаем обозревать наш офигительный турик Кубок СНГ. Сегодня, друзья, у нас восьмой тур соревнования, в котором сразятся Серджи и 1-2-3 Игорь. Итак, друзья, мы полетели сразу с вами в первый поединок карты Дюплекс-3. Серджи играет за Дору, Игорь играет за Дору. Значит, две Доры. Ребята, так же, как и я, считают, что это очень хороший персонаж для этой карты. И вот у нас первый поединок за Кузницу в нижней части карты. Итак, кто же ее в итоге удержит? Ну, как мне кажется, Игорь все-таки удерживает, да? Там мало юнитов, но пока что она под его началом, но вот сейчас он может ее потерять. Итак, посмотрим на обилочки, будут ли ребята что-то применять. Пока что Серджи перехватывает Кузницу, перехватывает Игорь, перехватывает Серджи, и все-таки Кузница остается за Игорем. В верхней части карты Кузницу забирает Серджи и пробует забрать также еще один домик. Но в Кузнице сейчас ноль юнитов. Вот знает ли об этом Игорь? Итак, Игорь пошел в атаку на, как мне кажется, Кузницу. И я думаю, что с двумя звездочками морали он легко сможет ее перехватить. Третья обилочка от Серджи. Посмотрим, поможет ли она ему. И теряет. Вот сейчас вопрос, удержит или нет. Так, как мне кажется, Игорь должен удержать. Башни расстреливают. Но вот теряет. Там, правда, опять-таки ноль юнитов. Но, да, и уже забирает, и уже забирает. И, как мы видим, друзья, Игорь имеет преимущество. Преимущество. И Серджи сдается, друзья. 1-0 в пользу Игоря. Итак, сразу мы быстренько полетели на вторую карту. Серджи играет за Марти О. С левой стороны карты за оранжевый цвет. А Игорь играет за Тринни. С правой стороны карты за синий цвет. Итак, ну, в начале ребята сейчас будут развиваться. Эта карта у нас такая не рашевая. Эта карта на развитие. Самые основные события пойдут, когда ребята будут бороться за центр. Пока что я напоминаю, что Игорь ведет. Играем мы до трех побед. Ну, по правилам, ребят, я думаю, вы их все уже много-много раз слышали и выучили. Ребята каждый раз должны менять персонажей. И нельзя повторять карты. Нужно все время брать разные карты. Ну, и Че в бане. Че в бане. Итак, потихоньку, ребятки, потихоньку мы двигаемся к самому интересному. Битва за центр. Так, забрали. Ага, и Сергей пытается перехватить. Удастся ли ему перехватывать? Да, перехватывает, потому что очень грамотно использовал первую обилочку. Так, и классная вторая. Вот это красиво. Редко, редко, ребят, когда удается так круто использовать вторую обилочку у Тринни. Супер. Игорь себя очень круто показал. Итак, заберет ли кузницу обратно? Да, забирает кузницу. Три звезды морали. Мало там, очень мало юнитов. Пока что Серджи удерживает, удерживает кузницу. Вот куда пошла та небольшая бригада? Да, она, видимо, это был, мне кажется, мисклик какой-то. Пока что Серджи удержал кузницу и пытается проатаковать. Но атакует против морали. Вот это очень, как мне кажется, неправильно было сделано. Забирает башню. Но вот удержит ли он башню, удержит ли он кузницу? Вот сейчас, мне кажется, нет. Теряет кузницу и теряет башню. Сейчас Игорь может уже забирать уверенно и окончательно кузницу. Вот если он туда подкинет всех своих юнитов. Под вторую обилочку он не знает, что происходит. Он не знает, как много юнитов в башне Серджи. Но все-таки дожимает, да, дожимает, забирает, точнее, в кузнице Серджи, да, забирает кузницу и счет 2-0 в пользу Игоря. Полетели, ребята, вторая карта. Вторая карта Серджи играет за синий цвет. Игорь играет за оранжевый цвет. Значит, по героям ребята взяли Зика и Пикцо. Все по правилам. Ребята чередуют персонажей. Никаких нарушений нет. Ну, это уже опытные, ответственные игроки, поэтому я думаю, что такого у нас сегодня не будет. Серджи идет на захват кузницы, а тем временем Игорь идет на захват башни. Итак, вторая от Пикцо. Но все же посредством дополнительной кузницы Серджи забирает, забирает башню. Уже имеет преимущество по морали и, понятное дело, по ключевым точкам. Первая обилочка от Игоря. Вот сейчас Серджи уже может начинать атаковать. Нет никакой защиты у его оппонента. Но вот пока не рискует, пока не рискует Серджи атаковать. Напоминаем, что счет уже 2-0 в пользу Игоря. И любая ошибка со стороны Серджи может обернуться поражением в турнире. Поэтому он решил основательно закрепиться, скажем так, проапгрейдить свои домики. Может быть еще чуточку поднять мораль и уже потом, видимо, идти в атаку. Итак, подождем, ребята, что у нас будет. Так, вот это у нас что? Подтягивает. Пока подтягивает бойцов Серджи. Что у нас есть по защите у Игоря? Четвертая. Четвертая, но она пока не готова. И Серджи ринулся в атаку. Правильно он сделал, потому что ждать, пока зарядится. Четвертая совсем не выгнана. И третья. Третья интересная третья от Игоря. Убил достаточно много юнитов. И имеет все шансы на то, чтобы защититься. Теряет ненадолго один домик. Ну, я думаю, что он его сейчас перехватит. Да, забирает домик. По морали у нас 4 звезды на стороне Серджи и 3 звезды на стороне Игоря. И вот Серджи ринулся во вторую атаку. Нет защитных обилочек основательных у Игоря. Вот нужно сейчас провести очень грамотно защиту юнитами. Итак, ульта от Серджи неплохо. И он забирает одно здание. В нем сейчас очень много юнитов, друзья. Очень много юнитов. Возможно, Игорь даже не знал, что их там настолько много. И видите, как трудно дается, скажем так... Не может захватить, друзья. Не может захватить пока что. Эта атака ему дается с большим трудом. Забрал домик. По морали преимущество все еще на стороне Серджи. Как и по юнитам более чем двукратное. Также и по ключевым точкам. Итак, мне кажется, это атака на кузницу. И четвертое. Грамотная четвертое от Игоря. Молодец, отбивается. Смотрите, сравнял уже мораль. Сравнял мораль. Даже сейчас Игорь уже в плюсе по морали. Сейчас нужно просто грамотно отбиваться. Смотреть, куда именно нападает его соперник. У Серджи уже готова вторая обилочка. Посмотрим, куда он направил. Да, он направляет в домик. Юзает вторую. И, конечно же, забирает домик. На мой взгляд, ему можно там построить башню. 145 юнитов. Вот сейчас что делает Серджи? Возможно, строит башню. Это было бы самым умным ходом. Или он делает все же апгрейд. Да, он делает апгрейд. Пока апгрейд. Ну, не переживает. Потому что юнитов там очень много. В чем плюс башня, друзья? Плюс в том, что она бы стреляла по юнитам оппонента. И немножечко поднимала бы мораль Серджи. И опускала мораль Игорю. Поэтому этот трюк такой очень полезный. Но, в любом случае, Серджи имеет преимущество. В принципе, ему нужно сейчас просто дожать оппонента. Чтобы пытаться сделать камбэк. Напоминаю, счет пока что 2-0 в пользу Игоря. Ребята апгрейдят здание. Для Игоря совершенно невыгодно сейчас атаковать. Ему нужно просто поднимать мораль, защищаться. И только если он сможет поднять мораль выше своего оппонента, можно пробовать делать контратаки. Сейчас в данной ситуации нельзя нападать. Серджи действует очень грамотно. Обстроил башнями, скажем так, фланги своего оппонента. Тем самым очень сильно усложнил игру. А также прокачал немножечко свою мораль. Ну, сейчас, в принципе, ему уже, наверное, можно и пробовать как-то атаковать. В любом случае, обилочки у Игоря все уже на готове. Он может дать четвертую. Можно попробовать, как бы, ну, как сказать, забрать обилку небольшой частью войска. Скажем так, выманить ее. А потом основным ударом уже атаковать. Итак, Игорь интересно делает грамотное третье. Так, и вот сейчас, если он сможет забрать, преимущества по морали нету. Но он забирает один домик. Вы посмотрите, он забирает один домик. Очень неплохо, очень неплохо. Так, потерял кузницу. Вот сейчас ему нужно обязательно удерживать кузницу. Опять теряет кузницу. Без кузницы он не сможет защищаться. 155 юнитов, друзья. Там надо строить башню. Надо строить башню на стороне оппонента. Пока что не рискует. Значит, Серджи забрал еще один домик. Очень неплохо играть. И четвертая. Очень грамотная четвертая. Но вот сможет ли удержать? Теряет домик. Нужны дополнительные резервы. А их нету, друзья. Их нету. Потому что они на другой стороне карты. И Игорь сдается. 1-2. 1-2. Итак, следующая карта. Мы сразу летим в следующий поединочек. Значит, Игорь за синий цвет. Играет за Айнера. Серджи играет за Трини. Итак, перехитрил. Забрал. Забрал Игорь домик на стороне оппонента. И отправил в кузницу. Но мне кажется, в кузницу сейчас он не заберет. Сейчас посмотрим, друзья. Интересный поединок. Нестандартный. Первая билочка от Игоря на главном здании своего оппонента. И идет в атаку. Идет в атаку. На первый взгляд Игорь доминирует. Доминирует. Но вот видите, прям вот на кропалях, можно сказать, защитился. Защитился Серджи. Ему нужно сейчас обязательно выигрывать. Счет 2-1. Играем мы до трех побед. Сейчас у нас матч-поинт для Игоря. Поэтому Серджи должен проводить только идеальные грамотные атаки. Итак, вот сейчас посмотрим, увенчается ли эта атака успехом. Забирает домик. Преимущество в одну звезду по морали. И еще один домик забирает. Да, забирает Серджи два домика. Смотрите, как он интересно сыграл. Так. Так. Очень грамотные атаки. Они были все идеально успешными, я бы сказал. Забрал Кузницу. И Игорь сдается, друзья. Счет 2-2. Итак, последний поединок. Вот сейчас решится, кто же, кто же выйдет в девятый тур Кубка СНГ. За синий цвет Игорь играет за Стеллу. И за зеленый цвет Серджи играет за Клоца. Играет за Клоца. Так. Кузницу в нижней части карты забирает и удерживает Игорь. В верхней части карты тоже забирает и удерживает Игорь. И преимущество по морали в две звезды. Вторая, грамотная вторая билочка от Серджи. Ну, опять же таки, Серджи нужно сейчас очень аккуратно играть. Нужно поднимать мораль. Соперник начинает рашить. Посмотрим, увенчается ли атака удачей. Ну, на время. На время забрал и потерял. Забирает башню в центральной части карты Игорь. И пытается забрать Кузницу. Пытается Серджи забрать Кузницу. Серджи перехватывает Кузницу, но ненадолго. Все-таки огромное преимущество по морали, друзья. Посмотрим. На мой взгляд, Серджи нужно сейчас не атаковать. Нужно уйти в глухую оборону. И отбиваться, 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 пока он не сможет поднять мораль. Тем временем Игорь забирает здание на своей части карты. И Серджи сдается. Ну, друзья, поздравляем Игоря с победой. Это был такой классный напряженный бой. Игорь у нас проходит в девятый тур Кубка СНГ. И мы, конечно же, друзья, желаем ему удачи. Впереди там будут очень сильные соперники. С каждым туром напряжение возрастает. Желаем ему дойти до высоких-высоких результатов. Ну, и Серджи, конечно же, благодарим за шикарную игру. Бился, бился как лев. Два матча он все-таки смог вытащить. Но, может быть, в последнем матче немножечко не повезло. Так что, Серджи, мы желаем большой удачи в следующих турнирах, друзья. Итак, на сегодня мы будем заканчивать. С вами был, как всегда, Фокус. До новых встреч, друзья. Пока-пока.